Горьковское наследие вздохнет по-новому. Сразу в трех музеях имени знаменитого писателя началась масштабная реставрация. Так идет подготовка к празднованию 150-летнего юбилея со дня рождения Максима Горького. На будущий год в честь этого в городе запланированы масштабные мероприятия, но вот не все музеи к ним готовы. Например, в литературном музее ремонта не было больше сотни лет до сегодняшнего дня. Подробностью Александра Алешина. В музее-квартире Горького по адресу улицы Симашка, 19 капитального большого ремонта не было 50 лет. И самая главная, основная проблема здесь – крыша. Вы сейчас можете видеть, у нас была протечка весной этого года. Были там проблемы на крыше, несколько таких было дырок, которые потом, к сожалению, привели к такому результату. Где-то квадратов 100. 100 по этой стороне, где-то 115 по той. Крыли, сняли старые, почистили, выцеплили. Сколько стоит? Думаю, еще лет 50. Будут менять рамы, поэтому это тоже большая работа. Вот рамы не менялись никогда, но сейчас делают рамы тоже, конечно, деревянные, какие-то были раньше. Это багеты идут наверх. В этом же стиле все будет, да. И как в 19 веке? Да, как и раньше, в 19 веке. Когда они все это закончат, то будут обустраивать еще двор. А что будет здесь? Будут снимать вот этот асфальт и будут делать уже такую брусчатку в стиле начала 20 века. В домике Каширина ремонтные работы идут полным ходом. В ближайшее время закончатся уличные работы и строители-реставраторы перейдут в домик, где прошло детство писателя. И пол требует ремонта, и потолок, и окна. Комната уже готовится к реставрации. То есть мы видим, что здесь у нас уже сняты и занавесочки, и скатерти, и дорожки убраны. И также пол будет ремонтироваться и в комнате деда, и в комнате бабушки. Здесь же и потолки, вот я вам говорила, и протечки здесь уже были. Окна требуют, конечно, ремонта, достаточно такого большого ремонта, и покраски, и ошкуривания. И работа будет проводиться большая. Основная проблема литературного музея, который находится на улице Минина, это фасад. Ремонта его не было никогда за всю историю существования. Это и утраты лепнины, это вот и вазоны, чугунное очень красивое литье, которое требует реставрации. Самое главное, что мы должны вернуть первоначальный исторический облик этого здания. И это связано с восстановлением террасы, которая выходила из одного из залов этого дома, вот именно сюда во двор. Здесь была территория Бурмистровского сада. Уже встает вопрос о восстановлении Бурмистровской террасы, а это можно сделать по сохранившимся, к счастью, сохранившимся документам. Хорошо, что ремонтируются Бурмистровские музеи, потому что это одна из визитных карточек нашего города. Когда-то носил имя Горького. И туристы, которые приезжают сюда, они, конечно, хотят в первую очередь видеть эти музеи. Когда есть чем полюбоваться и гордиться, что вот у нас есть такие эти музеи, и они должны быть в образцовом порядке. Поэтому нужно спонсировать, не жалеть денег для этого. Кстати, закончить реставрационные работы обещают к 2018 году.